Сколько часов должен работать дворный? Раз говорили о мусоре, у меня такой волчат. Значит, у нас сегодня огромная проблема с вывозом мусора. Когда рассматриваем, мы надумаем корид на вывоз мусора. Мы закладываем параметры норматива. Вот сколько положено человеку мусора на одного гражданина, вот сколько стоит в доме 3 бачка. Сегодня вы оплачиваете за вывоз мусора только 2 бачка. Третий бачок не вывозится, нужно разбить мусора. Не соблюдают нормативы. Я понимаю, что вы экономите, но это и я на тебе не могу. Значит, смотрите, действительно поступила ко мне такая жалоба, я лично вникнию до того, как вчера в администрации депутаты Совета города и Управление коммунального хозяйства провели заседание. Пригласил как раз по этому вопросу. Родился протокол. Протокол не с решениями, а с вопросами, что нужно сделать для того, чтобы подготовить решение на уровне города. Все рекомендации и законодательная инициатива мной будет исполнена. Дайте ее, как делать. Что касается 2 вывозят, 1 нет. Вы знаете, ситуация какая. Я разобрался и, оказывается, норматив, там положено 2 бака, до меня было принято решение, чтобы, ввиду того, что этот норматив не соответствует, поставить третий бак, но договор на вывоз двух. И вот он подъезжает, 2 выкрутил, следующий раз 2. Ну как это в априоре прописано в договоре. Значит, поэтому действительно, совещание было вчера своевременно, значит, в Совете города. Примите решения, значит, мы их только исполним. Мусор вывозят, ведь тот, кто вывозит, он не убирает после себя. И посмотрите целый день, что делается на этих мусорах. А их уже с троем повезли в другой край. А мы не знаем, как должен работать сбор. Послушайте, первое. Значит, я вас еще раз прошу, как бы вас не уговаривали, акты подписывать двумя подписями. Послушайте, первая подпись, что вообще убиралась, а вторая, какие у вас есть претензии. Потому что вывоз крупногабаритного мусора с мусорных площадок в этом договоре, значит, чистым городом. Но вчера совещание в администрации, о котором я сказал, там как раз-таки все эти вопросы, Зинаида Георгиевна выступала по этому вопросу, значит, в том числе. Значит, это вопрос сегодня общегородской, и администрация борется с единственным монополистом в вывозе мусора, что он должен не только перекинуть, но и собрать. Да, обратно. Но еще раз говорю, давайте сейчас подождем, я единственное решение Думы выполню на 100%, пусть они состоятся, или управление коммунального хозяйства, значит, как структурное подразделение администрации. Пусть они примут эти решения. Сегодня... Да, я думаю, что тут вопросы все-таки не только в законодательстве, но смотрите, вы сказали банк, да? Ведь, собственно говоря, вы самостоятельная компания, да? Ну понятно, что есть управление ЖКХ, есть администрация города, но вы самостоятельная компания, которая отвечает перед жильцами. Что вам мешает, как руководителю? Вот вы говорите, я там экономлю на том, экономлю на том. Ну в принципе, ведь никто вас камень не кинет, а здесь, наверное, сидящие только поддержат, если вы с этим возьмете и привлечете более дешевого подрядчика. Сегодня приходит директор РЭО-2 ко мне и говорит, ко мне пришел предприниматель и говорит, я буду возить мусор, он взял мусоровоз в Лизе, вообще в другой город на полигон, и предлагает дешевле плату, чем тот, который у нас. Понимаете? Поэтому встал в кушба, Игорь Сергеевич, и выступил, и внес предложение, что нужно создать конкурентную среду в городе. Это вошло в протокол. Но есть там другая проблема. Есть частный сектор, который нерентабельный. И если, это вы помните ситуацию, когда автоколонны умирали, значит, почему? Потому что пустили маршрутчиков, они снимали сливки, а пенсионеры, которые пользовались на тот момент, этим самым, заходили в автобусы, и все автохозяйства наши умерли. Значит, вот и он же говорит, но надо взвешенно подойти к вопросу, чтобы не умерло то предприятие, которое обслуживает частный сектор. Это предприятие у нас в городе, и мы имеем возможность повлиять на него. Ну так повлиять, чтобы они сегодня прислали мне письмо увеличить сегодня, увеличить... Как вы выполняете нормативность? Стройбет-гарант? Да. Прислали письмо увеличить плату среди нехода. Вне договора. Понимаете? Вот сидят... Вы не выполняете то, что на сегодня есть. Все РЭУ. Не только РЭУ один, я говорю, а все РЭУ. Ну, примите решение. Я же можно развиву право. Я согласен, что нужно изучить этот вопрос, нормы пересмотреть... Вы выполняете, а люди здесь нечутки. Послушайте, я лишь говорю о том, что я выполняю сегодня действующее законодательство, которое требует изменения в этом вопросе. Значит... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова